This conference will now be recorded. Качество, результаты, сохранение средств организации, расписание занятий, безопасность. Все, что вы здесь видите в нашем учебном центре соблюдается беспрекословно. Но давайте, наверное, переходить уже непосредственно к нашему мастер-классу. Я уверена, что вы знаете, что есть такой кодекс, который называется налоговой. Большая книга в двух частях и вторая часть или ее отдельные главы посвящены конкретным отдельно взятым налогам. В 23 главе как раз отводится место для того, чтобы мы с вами понимали, как налог исчисляется, как налог удерживается и как он считается. И в 230 статье приведен исчерпывающий список наших с вами как налоговых агентов обязанностей, если мы осуществляем выплаты в пользу физических. Именно каким образом исчисляется налог, каким образом он удерживается, каким образом он или может быть, знаете, не каким образом, а в какие сроки он должен быть перечислен в бюджет. И вот по результатам всех этих операций, которые мы с вами ежемесячно, неоднократно исполняем, отражаем, мы с вами, конечно же, должны отчитываться. Отчитываться в бюджет по форме 6 НДФЛ. Ранее еще у нас была форма, которую мы с вами сдавали за 2020 год последний раз, это справки по форме 2 НДФЛ. С этого года по окончании, а именно в четвертом квартале, будем к отчету, к расчету 6 НДФЛ представлять дополнительно приложение номер 1, которое будет соответствовать полностью всем тем справкам, которые когда-то у нас с вами были 2 НДФЛ. Вот по результатам, наверное, того, что мы с вами можем прочитать статьи 230, как раз и знакомимся с тем, что налог у нас бывает исчисленный, бывает удержанный и бывает перечисленный. Таким образом, да, и когда все это у нас с вами происходит. Например, в конце месяца мы с вами регистрируем начисление заработной платы или начисляем заработную плату, отражаем на каком-то затратном счете те самые выплаты в пользу работников и в этот момент мы должны налог с вами исчислить. То есть показать, на какую сумму мы уменьшаем с вами выплату в пользу физического лица и отражаем по 68 счету, а конкретно его на первом субсчету, если говорить о программном продукте 1С, сумму налога на доходы физических лиц. Вот в результате мы с вами можем видеть, что, видимо, не знаю, сколько здесь у меня работников, 1, 2 или 3, но работники получат не 100 тысяч, сколько им полагается, а на 13 тысяч меньше. В этот момент, в тот момент, когда мы с вами начисляем заработную плату или выплату в пользу какого-то физического лица, мы с вами говорим, что налог исчислен. Исчисленный налог становится удержанным в тот момент, когда фактически работник получает денежные средства. Удержанный налог никаким образом у нас с вами, допустим, на бухгалтерском учете не отражается, но в программных продуктах предусмотрены функционалы, механизмы, которые помогут нам увидеть, что налог удержан. Для нас это будет, конечно же, сигнал, именно подготовленная ведомость на выплату заработной платы. И, конечно же, в те сроки, которые мы с вами в обязательном порядке будем соблюдать, конкретно по заработной плате, не позднее следующего дня после того, как налог удержан, будем перечислять налог в бюджет. Вот все то, что мы с вами будем делать в учете, все то, что мы с вами будем видеть в начислениях пользы физического лица, все то, что мы с вами будем говорить про НДФЛ исчислен, удержан, мы будем с вами отражать в расчете по форме 6 НДФЛ. В справках же 2 НДФЛ или приложении номер 1 в четвертом квартале мы также будем показывать перечисленный НДФЛ, но это будет уже конкретно в каждой справке по отдельно взятому физическому лицу. Значит, соответственно, подытожим, что такое расчет по форме 6 НДФЛ. Расчет по форме 6 НДФЛ – это наше представление расчета в декларацию по исчисленному и удержанному. Будет ли он нами перечислен, не будет ли, это нет, нет таких задач в расчете. Задача есть составить платежное поручение и уже отраженный расчет будет, соответственно, сопоставим с нашими платежами. И вот в этот момент уже как раз ФНС будет знать, да, заплатили мы или не заплатили. А если есть по КРСБ, по карточке по расчету с бюджетом какая-то задолженность, то, конечно же, налог не был перечислен в бюджет. Либо, может быть, даже, да, там мы с вами будем показывать даты, налог не был в назначенный, срок перечислен. Форма 6 НДФЛ у нас с вами с этого года новая, но она, может быть, даже более простая, стала более упростилась. Спасибо, опять-таки, наверное, всем программным продуктам и 1С в том числе, потому что хорошо отрабатывают все задачи, которые перед нами ставит Федеральная налоговая служба. Мы сейчас с вами видим раздел 1, то есть самой новой формы, да, хотя она уже для нас, может быть, не новая. Сейчас мы с вами подготовим расчеты за первый квартал и за первое полугодие, но, может быть, кто-то из вас уже по этой форме отчитывался за первый квартал. Ну, давайте, предположим, для простоты, опять-таки, сложения и вычислений в уме, что фонд заработной платы составляет 1 миллион рублей, вычетов никаких нет. Если, предположим, это расчет за первый квартал, то, наверное, как раз будем сейчас здесь видеть тот налог, который удержан именно за последние три месяца. Ну, опять-таки, задачи, которые я перед собой ставлю, показать вам тот самый нарастающий итог, который должен быть показан в этом расчете или тот нарастающий итог, который не должен быть показан в расчете. А именно раздел 1 этой формы представляется не нарастающим итогом, а только за последние три месяца и только по удержанному налогу. Ну, давайте так, да, в голове представим, январь, февраль, марта, начисляем заработную плату. Не знаю, ну, видимо, да, это заработная плата у нас с вами за январь, миллион начислили и, скорее всего, выплатили либо 1 февраля, либо, может быть, 31, может быть, да, даже я сейчас что? Ну, попробую, очень люблю пользоваться здесь чем? Производственным календарем. Может быть, даже мы сейчас посмотрим или предположим, что, да, наверное, может быть, да, как раз в январе была начислена заработная плата. Всегда у нас дата получения дохода – это последнее число месяца. 1 февраля, видимо, она выплачена, не позднее следующего дня после выплаты заработной платы мы как раз ее и должны перечислить. Далее заработная плата у нас с вами за февраль. В феврале, наверное, да, судя по тем данным, которые я здесь вижу, мы с вами заработную плату, наверное, заплатили 26, ну, может быть, да, у нас с вами так вот жизнь сложилась. И 1 марта мы с вами как раз показываем, что должны перечислить налог в бюджет. Вот теперь как раз здесь, может быть, не просто так последнее число месяца выплату заработной платы я взяла, потому что здесь есть концептуальные отличия в том, каким образом мы этот расчет заполняем. Ранее, в 2020 году мы с вами и все предшествующие годы, начиная с 2016, мы с вами в этом отчете срок перечисления налога показывали именно, вот показывали именно срок перечисления налога. Но в этой форме как раз вы, может быть, сейчас здесь увидите внизу последний абзац ссылку на письмо Федеральной налоговой службы от 15.04, даже немножечко с запозданием вышло это письмо, потому что очень многие организации уже по первому кварталу отчитались, возможно, не так и уже подавали корректировки. То есть получается, что мы с вами здесь срок перечисления налога указываем по дате удержания. В предыдущих всех разъяснениях ФНС, несмотря на то, что такие же формулировки у нас с вами были в нормативных актах, мы никогда бы вот эту запись в первый квартал не включили бы. То есть она бы у нас с вами по сроку перечисления относилась уже к расчету за второй квартал. Но, конечно же, опять-таки программные продукты нам во многом помогают и программные продукты заполняют именно формы таким образом, каким разъясняет Федеральная налоговая служба. Немножечко назад вернусь еще раз. Раздел первый заполняется строго за три месяца отчетного периода. Никакого нарастающего итога у нас здесь нет. Сколько налогу удержали, столько мы с вами и показываем. В разделе же втором мы с вами будем показывать в обязательном порядке все, что происходило, да еще и нарастающим итогом. Ну, показываем, да, что здесь такой простой все равно пример я привожу, будет у нас немножечко потруднее практики, уже когда мы к отдельности непосредственно перейдем. Мы показываем, что начислили по трудовым договорам 3 миллиона, допустим, какое-то количество лиц у нас с вами было, получившие доход, не было вычетов, и была сумма налога исчисленная. Ну, больше вот ничего, да, соответственно, у нас нет. Ну, разберем с вами на практике, посмотрим, как останется у нас время или не останется. Ну, может быть, попробуем, да, сделать такое начисление, которое бы в строке 110-й не дало бы нам сумму строк 111, 112, 113. Получается, что не должно такое равенство выполняться. И, конечно же, пример, может быть, вам хорошо знаком, если мы у физического лица что-либо арендуем, какое-то имущество, автомобиль, либо, может быть, это жилое и нежилое помещение, то это не сумма дивидендов, это не сумма по трудовым договорам, и это не гражданско-правовой договор, предметом которых является выполнение работы или оказание услуг, да, то есть это отдельный вид договора. Но, может быть, забегая вперед по контрольным соотношениям, строка 111, 112, 113 должна быть у нас с вами сопоставима с расчетом по страховым взносам. То есть получается, что мы именно на те выплаты, которые дают нам сумму строк 111, 112, 113 будем начислять страховые взносы. Строка 170, когда-то это была 0,80, если вы помните, да, и разделы у нас сейчас поменялись местами. В разделе первом у нас когда-то была строка 0,80, сейчас в разделе втором ее получается младшая сестра, строка 170. Эта строка заполняется только если сумма налога никогда не будет удержана налоговым агентом. И, может быть, да, вы знакомы, или я напомню вам, что когда-то мы перед тем, как сдать справки 2 МДФЛ, подавали такие справки с особым видом, в которых как раз говорили, что есть у нас такой налог на доходы физических лиц, который мы не смогли удержать, и просим Федеральную налоговую службу уже самостоятельно разобраться с физическим лицом. А в настоящий момент уже все эти неудержанные суммы налоговым агентом у нас с вами будут включены в приложение первое. Ну, наверное, давайте попробуем заполнить сейчас расчет по форме 6 МДФЛ. У меня уже есть подготовленные начисления, начисления за январь, февраль и март. Они простые, но мы с вами утруднимся обязательно. Значит, есть у нас с вами заработная плата, есть у нас с вами налог исчисленный и выплачена заработная плата. Опять-таки, я всегда всем рекомендую на курсах, как только вы подготовили какую-либо ведомость на выплату заработной платы, либо иного какого-то дохода сотруднику, сразу же сверяться и проверять это с неким таким помощником, который есть в программе. И этот помощник – это специальный отчет, который находится в разделе налоги и взносы. Проверка раздела, раньше когда-то, да, был раздел номер 2, а теперь раздел 1, начиная с 2021 года. То есть эти два, опять-таки, отчета в программе именно говорят нам о том, какой у нас с вами налог удержан. Ну, давайте я, может быть, вас продолжу знакомить с начисленной заработной платой, а потом уже в целях подготовки расчета за первый квартал мы с вами сформируем этот отчет. Также обращаю ваше внимание, в феврале начислена заработная плата, исчислим НДФЛ в последний день месяца февраля и удержим 5.03. То есть если мы с вами ответим себе на вопрос, ну, после выплаты заработной платы, а когда мы налог должны перечислить по заработной плате, не позднее следующего рабочего дня. Конечно, если суббота и воскресенье попадают, то это будет перенесено на понедельник. В марте немножечко тут утруднило нам задачу, добавило больничный лист, да, и я обращаю ваше внимание, что по больничным листам у нас с вами удержание налога и дата получения дохода, это будет всегда дата выплаты. То есть посмотрите, пожалуйста, больничный лист у нас с вами зарегистрирован. В больничном листе, конечно же, мы с вами, наверное, несмотря на то, что у нас с вами прямые выплаты, можем видеть те самые три дня, которые сохранились за счет работодателя. И вот тот самый начисленный налог мы с вами исчислили в марте, но по дате получения дохода, по дате удержания он будет относиться к пятому ноль четвертому. Ну, дальше идет опять у нас с вами заработная плата и, в общем-то, все точно так же заработная плата, как в январе и как в феврале. Перехожу в отчет по налогам и взносам, буду проверять раздел 1 формы 6 НДФЛ по 31.03.2021, то есть то, каким образом я должна увидеть сейчас удержанный налог. Вот я обращаю ваше внимание, что не удержан у нас с вами налог за март, но выплаты-то уже есть, поэтому я могу шагнуть дальше. 30.06. и как раз мы с вами можем видеть, что несмотря на то, что у нас с вами выплачены больничные были 5 апреля, мы с вами по больничным листам именно должны перечислить этот НДФЛ 30.04. Ну, тут вопрос опять-таки, да, удержан ли он, да, конечно, он удержан, поэтому перечислить его можно, но вот тем не менее, да, если есть возможность попридержать эти суммы у нас, почему бы и нет. Тот курс, который я вам немножечко попозже про него расскажу, на этом курсе мы сразу работаем в двух информационных базах, в двух информационных базах мы сопоставляем данные, то есть мы начисляем заработную плату и готовим всю зарплатную отчетность в зарплате управления персоналом, но мы, конечно же, говорим о том, что не за горами налог на прибыль, не за горами формирование себестоимости и та заработная плата, которая отражена здесь, безусловно, в том виде, в котором она начисляется, те налоги, те взносы, которые есть, они в именно таком виде должны попасть в бухгалтерию предприятия. Вот я, может быть, хочу сейчас рассказать вам, да, о том, что то, что мы с вами видим в 6 НДФЛ, в начисленном налоге на доходы физических лиц, это будет все у нас с вами на карточку 68 счета 01 попадать, но я ее называю, так скажем, слепой, да, то есть она никогда нам не покажет, а сколько мы должны заплатить. Вот что мы будем делать на, опять-таки, курсах, если вдруг кого-то заинтересует, это будем синхронизировать данные зарплаты управления персоналом, синхронизировать данные, которые есть у нас в бухгалтерской программе, немножечко попозже мы это сделаем по отношению к апрелю, маю, июню, потому что заработную плату я еще здесь не начислила, но перехожу сейчас в бухгалтерию предприятия. После того, как мы с вами будем синхронизировать данные, эти данные будут попадать в специальный журнал отражения заработной платы в бухгалтерском учете. И уже только после этого, я сейчас посмотрю проводку, проводки мы с вами будем видеть как раз и начисление заработной платы, и удержание, исчисление, вернее, НДФЛ, и начисление страховых взносов. Вот они немножечко попозже у нас с вами идут. И, конечно же, упор будем делать на то, что, ну, бывают трудные моменты, бывают сложные моменты, но если мы все с вами сделаем правильно, если мы все с вами проверим вовремя, то у нас и вопросов никаких, наверное, и не будет возникать. То есть самое главное, что проверить, верно ли отражается в зарплате управление персоналом после того, как мы выплату с вами сделали, тот самый налог, который у нас с вами уже ляжет, встанет в раздел 1 формы 6 НДФЛ, и в бухгалтерской программе проверить, а все ли у нас с вами данные также сопоставимы. Вот проверять мы это с вами будем по отчету оборотно-сальдовая ведомость по счету 6801. Но для того, чтобы мы опять-таки с вами эти выплаты все увидели, я вот выберу сейчас полугодие, нам нужно с вами донастроить отчет. И здесь всего лишь поставить, что мы хотим увидеть все платежи по дням. Сформирую. Сформирую, и вот как раз я вам сейчас показываю, что если бы мы с вами, так скажем, слепо следовали тому, что у нас с вами на 68 счете 01, не подстраховывались теми самыми отчетами по удержанному налогу, которые мы с вами уже с вами посмотрели, то формирую сейчас платежное поручение на уплату налога, который по сроку я должна заплатить, как мы видим, да, 6.04 на следующий день после выплаты заработной платы, я увижу там только сальда. А сальда у меня сейчас равно, как раз вот я выделила две строки 34.555. Вот мы с вами это и можем сейчас видеть. 6 апреля, да, нам нужно заплатить с вами 6 апреля, надо заплатить налог, надо страховые износы заплатить. Сейчас я это все осуществлю. На курсах мы с вами это все делаем по отношению практически к каждому месяцу. Делаем достаточно медленно, но, как показывает практика, все успевают. Так, 0.04. Обратите, пожалуйста, внимание, да, вот здесь всегда программа нам подсказывает, что здесь приведены начисленные налоги. Нужно пользоваться, может быть, какими-то другими обработками, которые в программе есть. Вот налог на добавленную стоимость такой живой, да, у нас с вами налог, я его сразу отключу. А вот в налоге на доходы физических лиц, обратите, пожалуйста, внимание, все сайда сюда прилетели, да, так, конечно, быть не должно. Я сейчас запомню только то, что нам надо с вами заплатить зарплату управления персоналом и помещу как раз сюда вот тот самый кусочек, который мы с вами заработной платы должны заплатить. Хотя сейчас не будет ошибкой заплатите налог на доходы физических лиц с больничным лицом, потому что он уже вчера был удержан. Так, раздам платежные поручения. Я это все оплачу 06-04-го. И обратите, пожалуйста, внимание, то есть несмотря на то, что у нас с вами есть сальдо по счету 6801, платить мы его должны с вами 30-го 04-го. Но опять-таки, да, задача, которую я ставлю на этом курсе, этот курс очень простой по сравнению, там, может быть, кто-то из вас было на втором уровне по 1С, на НДС и расчет по налогу на прибыль. То есть это все такие узкопрофильные курсы, которые, да, досконально разбирают те или иные участки учета. А здесь все достаточно просто. То есть здесь задача дать вам, опять-таки, уверенности в себе на каких-то простых примерах. Ну, трудности, которые уже будут встречаться, будете, конечно же, разруливать. Так, ну давайте, с вашего позволения, все-таки заплатим и 30-го 04-го, тут самый маленький кусочек, маленький налог. 30-го 04-го. Сложные поручения. Да, кусочек маленьких тел. Сейчас мы его в банковских выписках также. Почему нажал загрузить? Это называется мышечная память, потому что на работе всегда нажимаю загрузить и загружаю документ из банка. Так, да, бывает такое. Банковские выписки нам немножечко так. Есть особенность. Банковские выписки надо открывать, закрывать этот журнал для того, чтобы иметь возможность уже подобрать. Отдельный четвертый. Формировать. Оборотно-сальдовая ведомость. Вот я обращаю ваше внимание, ну, может быть, да, это будет тоже хорошая помощь для вас. То есть вот это оборотно-сальдовая ведомость, та заработная плата, которая прилетела, отразила налог исчисленный. В тот момент, когда мы заработную плату с вами перечислили, мы здесь ничего с вами не видим, но налог удержим. И уже не позднее следующего дня, либо не позднее, в данном случае, по больничным, последнего дня месяца, когда сотруднику были больничные выплачены, мы с вами перечисляем налог на доходы физические. Независимо от того, когда мы с вами будем перечислять этот налог, да, вот, который у нас сейчас с вами по дебету показан, это не будет влиять на расчет по форме 6 НД ФЛ. Ну, давайте формировать опять-таки расчет. То есть, да, зря я закрыла проверку раздела 1. Все-таки нам нужен сейчас только первый квартал, хоть мы и разобрались с вами, март, который сюда попадать не будет. То есть мы с вами должны увидеть сейчас в расчете все то, что удержали, да. Если бы мы с вами 31.03 заплатили бы заработную плату, то срок перечисления был бы 0.01.04, например, да, если там выходных не было. Но сюда бы эта цифра попала, потому что выплаченная заработная плата 31.03 по сроку удержания попадает и относится сейчас у нас с вами именно к первому кварталу. Итак, отправляюсь в рабочее место 1С отчетность. Буду создавать расчет по форме 6 НД ФЛ. Были вот разработчики, да, может быть, кто-то уже знает, два отчета, то есть новый отчет создали именно с 21 года, потому что механизмы, да, те, которые отвечают за выполнение, поменялись, да, по именно удержанию. Создаю, ну и форма сама изменилась у нас с вами. В разделе 1 мы должны с вами 1 в 1 видеть то, что у нас с вами в проверке раздела 1. А в проверке раздела 1 мы должны видеть с вами все то, что 1 в 1 совпадает у нас с вами с ведомостями на выплату заработной платы. В разделе 2 мы с вами, конечно же, видим отличный налог от того налога, который у нас с вами в разделе 1. В разделе 1 у нас с вами 70 202 удержано, потому что то, что мы с вами заплатили 05-04, это не входит в 3 месяца отчетного периода. Вот здесь мы с вами уже можем видеть, да, что попали все у нас с вами выплаты, да, есть у сотрудников какие-то вычеты, и получается сумма дохода, ну, наверное, да, все-таки 110 минус вычеты должна у нас быть с вами равна сумме налога исчисленной. Опять-таки, где мы с вами можем посмотреть, но есть большое количество различных зарплатных, наверное, да, вот здесь все-таки налоги и взносы, отчеты по налогам, и здесь такой есть отчет, который мне очень нравится, налоги и взносы кратко. Если мы с вами сформируем этот отчет за первый квартал, то как раз мы с вами будем видеть все то, что мы с вами начислили, все то, что мы с вами исчислили. И, безусловно, да, могут быть какие-то еще другие платежи, но мы с вами будем уже вспоминать и про там, что дивиденды сюда нас с вами не попадают, да, поэтому достаточно большое количество, может быть, отчетов нам нужно с вами будет проверить. Вот сумма налога удержанная, да, как раз та, которая была выплачена, и несмотря на то, что 140-ая строка у нас с вами 104 тысячи, сумма удержанного налога 160-й, 70-й, вот 70-й ничего, то есть это не значит, что мы этот налог не удержали, это значит, что мы его удержим, или может быть, да, даже если я 1-го, 0-4-го этот отчет готов, я предполагаю, что 5-го числа у меня дата выплаты заработной платы. С вашего позволения запишу отчет, конечно же, да, здесь у нас с вами есть некие контрольные соотношения, контрольные соотношения, да, срок, да, срок нарушен, давайте срок поменяю, чтобы у нас ничего программа не ругалась, ну, скажем, допустим, что мы его 20-го 04-го подписали, запишу и проверю контрольные. В отчете не обнаружены контрольные, не обнаружили ошибки по контрольным соотношениям, не буду, да, выводить формулу для просмотра, но я обращаю ваше внимание, что у вас, да, попозже расскажу, где, там, если кто-то заинтересуется, нужны были слайды, выложила вам в том числе и контрольные соотношения, которые у нас с вами один в один, да, проверяются и предусмотрены методиками программных продуктов, то есть есть у нас, опять-таки, внутри документные, то есть непосредственно соотношение строк в нашем расчете, есть у нас, получается, соотношение междокументные, когда у нас с вами, как мы видим, да, идет сопоставление, например, с расчетом по страховым взносам, а может быть есть патенты, а может быть есть уведомления у сотрудников, тогда это все будет сверяться с документами, которые есть в Федеральной налоговой службе в их базе. И вот посмотрите, добавилось такое контрольное соотношение, которого раньше не было, то есть мы, наверное, все с вами знаем прекрасно, что то, что у нас с вами происходит на расчетных счетах, все, безусловно, известно нашим контролирующим органам. И все те программные продукты, которые запускают камеральные проверки, они выполняются, эти проверки, в отсутствие человеческого фактора. В ЛПС, банковский лицевой счет физического лица, то есть все те выплаты, которые были с расчетного счета произведены на банковские лицевые счета, также у нас с вами будут сопоставляться, да, а вдруг там чего-то больше, а вдруг чего-то меньше. Поэтому я всем всегда говорю, представьте машинку, представьте, да, что в эту центрифугу отправляют и ваш расчет по страховым взносам, и автоматически, да, происходит запрос из всех открытых счетов в ваших банках по именно движениям за определенный период и с налогом на добавленную стоимость, то же самое происходит, и это все проверяется, проверяется и в том числе, да, сопоставляется. Ну, давайте, наверное, выходить из первого квартала. Ну, на всякий случай все закрою, закрою, кроме 1С отчетности, а то она очень долго, больно грузится. Уважаемые коллеги, ну, вот тот курс, про который я вам говорю, да, тот курс, на котором мы все это делаем, если вас заинтересует, приглашаю, будем рады видеть вас в стенах нашего учебного комплекса. Можете попробовать на нашем сайте набрать русскими буквами 1С отчеты, посмотреть программу, если вас заинтересует, еще раз повторяюсь, двери наши открыты. И немножечко о курсе расскажу, прям буквально в двух словах. Курс поделен на несколько модулей. На первом модуле мы с вами синхронизируем данные между двумя программными продуктами. Бухгалтерия предприятия и зарплаты управления персоналом. Базы практически полностью заполнены, да, мы что-то там с вами делаем, но мы с вами разбираем, да, больше то, а что же у нас с вами попадает в отчетность. На втором модуле, на третьем, на четвертом мы с вами подготавливаем, формируем и отчеты так называемые зарплатные, а дальше у нас уже после того, как заработная плата вся начисленная, и по ней мы с вами отчитались, мы уже говорим аналоги на добавленную стоимость, аналоги на прибыль. В прибыли, в частности, мы с вами рассматриваем резервы под предстоящие отпуска. В седьмом модуле имущественные налоги начисляем. Ну вот единственное, что, да, эта программа, которая у нас с вами на этаке утверждена, в следующем году приняла решение поменять. Все-таки модуль с седьмой, да, с шестым меняем местами. Почему? Потому что имущественные налоги, торговый сбор, это все то, что влияет у нас на расчет налога на прибыль, являясь, естественно, расходами. Ну а торговый сбор, в частности, уменьшает платеж по налогу на прибыль в региональный бюджет. И, так скажем, подытожим мы все с вами отчетностью бухгалтерской и отчетностью Государственный комитет статистики. Конечно же, все обеспечиваются методическими пособиями, раздаточными материалами. И вот как раз работаем сразу в двух информационных базах, обмениваясь именно данными между ними. Очень хочется, да, чтобы вы стали немножечко сильнее в своих знаниях, окреплее и на очень простых примерах понимали, да, что можно уже утрудняться, усложняться и там из пяти человек организации переходить в более крупную. Уважаемые коллеги, ну вот в рамках, наверное, уже первого полугодия мне бы хотелось еще поговорить про такие строки, которые мы с вами не рассмотрели, или может быть, да, вот такой вот прям включить момент по социальным вычетам, по имущественным вычетам. Они немножечко по-разному предоставляются физическим лицам. Социальные вычеты, но самые популярные из них это вычеты на лечение, вычеты на обучение. Конечно, может быть, вы все столкнулись с тем, что мы можем обратиться в федеральную налоговую службу, но это же будет позже, да, это будет поздно, то есть мои деньги где-то будут находиться. Я хочу, чтобы сейчас меня не удерживали налог на доходы физических лиц, вот в рамках тех вычетов, на которые я имею право. И если у нас с вами работник, может быть, да, пойдет заранее в федеральную налоговую службу, ну что у нас сейчас с вами, июнь, да, вот я в мае отучилась, я пошла в федеральную налоговую службу, говорю, посмотрите, я отучилась, вот такую сумму денег я потратила, пожалуйста, дайте мне уведомление, я отнесу его к своему налоговому агенту, и налоговый агент мне сразу же предоставит налоговую вычет, я не буду ждать, пока 21 год закончится. Размер таких вычетов у нас с вами на налогоплательщика, да, если он оплачивает, допустим, свое обучение или обучение брата-сестры, это 120 тысяч рублей, на каждого ребенка предоставляется право на социальный вычет в размере 50 тысяч рублей. Бывает лечение еще дорогостоящее по перечню, утвержденным постановлением правительства. Ну, что еще? Еще сейчас у нас будет с вами в примере имущественный вычет. Имущественные вычеты мы с вами получаем при продаже имущества, но работодатель не имеет к этому никакого отношения. При продаже имущества физическое лицо самостоятельно обращается в Федеральную налоговую службу и заявляет о праве на вычеты. Работодателя может коснуться только если физическое лицо что-то приобрел, да, выкупил, допустим, участок, либо приобрел, построил непосредственно жилье. Ну, и если вдруг обращался в банк с просьбой о кредитовании на это приобретение, то можно еще предоставлять или иметь право на вычеты по процентам и по процентам под таким договором. Значит, если мы с вами приобретаем имущество, то мы с вами имеем право на 2 миллиона вычет непосредственно на стоимость жилья и не более 3 миллионов по расходам на проценты. Ну, естественно, да, обращаемся в контролирующий орган, мы как физическое лицо представляем все подтверждающие документы и идем уже с полученным уведомлением из ФНС к нашему работодателю. Если вдруг у нас с вами остается неиспользованный остаток вычета, его можно перенести на следующие периоды, но только не социальные, да, это касается только вычета имущественная. Давайте мы с вами два примера разберем. Один пример у нас с вами сотрудник в апреле обратился с просьбой о предоставлении социального вычета, а в мае еще один сотрудник обратился с просьбой о предоставлении имущественного вычета. Вот два этих вычета предоставляются по-разному. У Иванова Петра Петровича он предоставил нам и заявление написал, и уведомление из Федеральной налоговой службы представил. 120 тысяч он потратил на собственное обучение, 50 тысяч на обучение ребенка. А сотрудница Снежна Светлана Анатольевна приобрела недвижимость и имеет право на 2 миллиона вычетов по расходам на приобретение квартиры и 150 тысяч по расходам на уплату процентов. Давайте, наверное, все это будем с вами опять-таки в рамках заработной платы за апрель рассматривать. Обратите внимание, да, я еще заработную плату за апрель не начисляла. Значит, если у нас с вами сотрудник имеет право и обратился к нам за социальными вычетами, то эти социальные вычеты мы с вами предоставляем с месяца, в котором сотрудник обратился. Итак, надо для этой цели зарегистрировать заявление на вычет. Вот как раз это делается в разделе налоги и взносы заявления на вычет. У нас с вами на детишек, да, вычеты. Создаем уведомление налогового органа на праве на вычеты сотрудник. Это я все забываю, да, что я забываю. У Иванова социальный, да, у Иванова социальный. Итак, сотрудник Иванов, если он, допустим, да, вычет у него уведомление от 20.04, или может он к нам обратился от 20.04, значит, 19.04 может быть уведомление. 7.73, ну какой-нибудь там номерочек напишу, Федеральная налоговая служба тоже 7.7.2.3. Соответственно, обратился в апреле, вычет буду предоставлять в апреле, регистрирую это уведомление 20.04 и предоставляю ему вычеты с месяца, в котором он обратился. На закладке социальные вычеты, как раз, да, смотрю уведомления из Федеральной налоговой службы, и все, что я вижу, я буду здесь отражать. Так, ну совсем нет памяти, да, 120 и 50, а я смотрю, что там 120 и 50, то есть по максимуму, да, он решил, соответственно, обратить на обучение. Провожу, закрываю это уведомление. Ну, буду, наверное, начислять заработную плату за апрель, нервную аванс уж для экономии времени. Апрель 30.04. Заполняю, заполняю, проведу и перейду на вкладочку налог на доходы физических лиц. То есть мы, наверное, с вами, да, можем увидеть, что Иванову начислена заработная плата 84 тысячи рублей в вкладке налог на доходы физических лиц говорит нам о том, что в сумме всей заработной платы ему предоставлен вычет. А мы с вами регистрировали уведомление 120 плюс 50, поэтому, наверное, да, можем сейчас посчитать, что у нас с вами из 170 тысяч минус 84 еще осталось 86. То есть по всей видимости в мае ему будет предоставлен вычет в полной его заработной плате, если у него, конечно, никаких отклонений не будет еще, 2000 у нас с вами будет перенесено на июнь. Так, с вашего позволения провожу. Наверное, да, хочу сразу обратить ваше внимание, как именно поступаю всегда я, но я, конечно, помимо всего этого еще и декларацию, расчет по форме заполняю сразу, смотрю, все ли у меня там стало, никаких ли изменений нет. Наверное, не буду закрывать проверку раздела 1 форм 6 НДФЛ. Если мы с вами сейчас находимся в первом полугодии, сформирую. Да, мы с вами видим, что еще пока ничего у нас с вами не удержано, но только исчислено. Вот сейчас уже, находясь в документе заработной платы, выплачу заработную плату, буду абстрагироваться от выходных, да, все, 5.04 выплачиваю заработную плату. Перехожу в проверку раздела 1 по форме 6 НДФЛ. И вот все то, что мы здесь с вами видим, да, должны в обязательном порядке в расчете это тоже увидеть. Ну, опять-таки, когда-то, когда в 2006 году только этот расчет у нас с вами появился, заполнялся он очень корявый, у меня еще с тех самых пор, да, просто какая-то тоже мышечная память. То есть, как только я выплатила заработную плату, я сразу смотрю, каким образом она у меня попадает в этот расчет. Ну, потому что, если я буду уже формировать, да, вот мы видим, попало и с учетом там переноса, да, этих самых нерабочих дней у нас как раз налог должен быть уплачен аж 11.05. Ну, не договорила, да, с тех самых пор, когда у нас все очень криво и после заполнялось, вот таким образом у меня уже наработано. Итак, сумма исчисленного налога у нас с вами уменьшена, то есть получилось, да, исходя из суммы дохода, уменьшенной на сумму всех вычетов. Опять-таки, да, мы можем здесь расшифровывать, а что у нас здесь, да, такие вычеты какие-то большие, ну, может быть, я работаю главным бухгалтером, откуда я знаю, что там мои помощники зарегистрировали, да. Вот я как раз вижу, что здесь, видимо, да, были и детские вычеты у Иванова, когда-то, да, при такой заработной плате, наверное, очень быстро, 350 на настоящем итогом набрал и право на те детские вычеты уже потерял, но ему же все равно были начислены за какие-то месяцы эти детские вычеты. Плюс, ну, разверну, да, плюс есть у нас с вами вычет, который ему был предоставлен вот на ребенка и пока только кусочек вот вычета на свое собственное обучение. Не буду закрывать этот расчет, перехожу снова в заявление на вычеты. Напомню вам, что, ага, куда-то я тут уже перебежала, да, напомню, что поснеженный мы с вами сейчас будем регистрировать имущественный вычет. Вот в имущественном вычете есть большая особенность, которая неудобна для налогового агента, но тем не менее, да, как мы с вами можем выражаться, отказать мы с вами работнику не можем. Право сотрудника на имущественный вычет, право сотрудника возникает с начала года, в котором он обратился за таким вычетом к работодателю. То есть если мы с вами опять-таки будем регистрировать это заявление, которое он предоставил нам в мае, значит выйдет, представляемому аж с апреля. И здесь будет очень неудобная ситуация, но мы сейчас с вами как раз ее и посмотрим, то есть то, каким образом она для нас будет неудобна. Создаю заявление на вычеты по Иванову. Почему по Иванову? По Снежиной, да, по Снежиной. По Снежиной. Так. Не то заявление выбрала. Создать уведомление налогового органа. Сотрудница Снежина. Заявление написала и документы предоставила 20.05. Ну, может быть, да, какой-то номер напишу. Может быть, датировано заявление 19.05 в 23 ФНС получено. Вот здесь очень важно, с какой, да, с какого месяца применяются вычеты. А вычеты у нас с вами применяются с начала года, в котором сотрудник обратился за таким имущественным вычетом. Расходы на строительство или приобретение составили у нас с вами 2 миллиона. Если вычет мы не сможем предоставить в размере 2 миллиона в течение всего налогового периода, значит, сотрудник идет за новым уведомлением, которое как раз вычеты переносится на следующий год, но не уведомление, да, переносится. Проценты у нас с вами, сколько, 150 тысяч. Да, 150 тысяч. Все провожу, регистрируем. Значит, здесь у нас с вами такой нюанс. Здесь будет, уважаемые коллеги, что-то вытешивали ниже травы, скажите, слышно меня? Это так уж на всякий случай, а то, знаете, бывает, отвалюсь, получается, говорю. Да, все, благодарю. Тогда мы с вами продолжаем. Заявление на вычет мы с вами зарегистрировали. Я, наверное, да, закрываю ненужные окошки и буду начислять заработную плату за май. Начисляю заработную плату. 31.05 заполняю. Провожу. Значит, нас сейчас интересует с вами Иванов, у которого вычет должен быть снова 84 тысячи. И нас интересует Снежина. Я предположу, да, что, наверное, может быть, мы давайте с вами посмотрим зарплата. По заработной плате посмотрим с вами, чтобы нам тут посмотреть, да, поснеженный. Может быть, анализ фод. Нет, анализ начислений по сотрудникам надо было. Анализ фод по начислениям. А хотя, да, что-то я тут забегла. Анализ зарплата по сотрудникам помесячно. Вот если мы опять-таки с вами с 01.01.21 по 30.04. Формируем. То, наверное, мы с вами видим, да, что Снежина у нас с вами получила 60 тысяч в январе, получила 60 тысяч в феврале. Я, ну, так на всякий случай проверю, в марте тоже без изменений, в апреле тоже было 60 тысяч. Какой-то налог на доходы физических лиц был удержан, да, был исчислен, был удержан. То есть, опять-таки, не знаю, что там у него со взносами, с детишками. Сейчас мы посмотрим. Но мы должны сейчас с вами увидеть, что и вычеты предоставляются с начала года. Налог на доходы физических лиц, вот обратите, пожалуйста, внимание, да, примененные вычеты. Здесь тоже и детские будут, и часть, да, того самого вычета, который мы сейчас ей предоставили. Вот здесь очень важно, что та сумма НДФЛ, которая у нас с вами излишне удержана, вот она, на 29.744. То есть, видимо, это весь НДФЛ за весь период. Это ни в коем случае не та сумма, которая будет увеличивать заработную плату работника. Для того, чтобы мы с вами этот налог вернули, мы должны с вами, перед тем, как оформим выплату заработной платы, зарегистрировать в программе документ, который называется у нас с вами «Возврат налога на доходы физических лиц». Я проведу начисление заработной платы, да, Иванова забыли проверить, 84, да, все хорошо у него, все прекрасно. Итак, налоги и взносы, возврат НДФЛ. Создаю документ, мы с вами находимся в мае и выбираем работника Нижину. Ну, да, посмотрите, пожалуйста, вот этот налог, соответственно, он сюда автоматически попал. Выплачиваем заработной платой и проводим, закрываем. Вот смотрите еще, да, тут момент, если мы с вами находимся в начислении заработной платы, то Снежина мы с вами начислили 60 тысяч рублей. Конечно, у нее никакого налога на доходы физических лиц не будет, на эти 60 тысяч тоже она в полном объеме получила вычет, но плюс еще, да, те 29 с хвостиком, которые мы видели, мы должны сейчас увидеть с вами в ведомости на выплату заработной платы. Выплачиваю заработную плату, виду, закрою, сейчас уже этот документ открою, и мы с вами там посмотрим, какая сумма у нашей Снежиной к выплате. Знаете, так иногда бывает интригую, интригую, а ничего не получается. Да, получилось, то есть 60 плюс налог на доходы физических лиц. Никакого налога у Иванова нет, никакого налога у Снежиной, соответственно, нет. Как только, да, мы с вами эту ведомость провели, то, наверное, должны с вами что сделать? Ну, вот ответить себе на вопрос, да, если у нас вот такой, соответственно, что такой налог на доходы физических лиц, то есть то, что мы начислили, их числили по сотрудникам, да, гораздо меньше того, что мы вернули сотруднику. Ну-ка, давайте попробуем, да, так вот, может быть, кто-то уже знает, да, какой налог мы должны с вами в бюджет перечислить, да, то есть бюджет нам сейчас должен или все же мы с вами снова обращаемся к ведомости на выплату заработной платы, и несмотря на то, что мы налог с вами, да, вернули, несмотря на то, что у нас, наверное, сейчас посмотрим, а что там у нас с вами на 68 счете, а там дебетовая сальта, да, несмотря на это, вот этот налог мы с вами должны заплатить, да, ну-ка посмотрю, что-то я так вопросы задаю, да, что даже не знаю, знаете вы, что надо на них отвечать или нет, но сама уже ответила. Так, ну давайте, наверное, сейчас что мы с вами сделаем, проверяем, а что все-таки у нас с вами по платежам, а по платежам у нас вот, пожалуйста, да, есть налог возвращенный, но несмотря на это надо в обязательном порядке нам с вами делать платежное поручение и налог платить, но здесь, да, вот, наверное, я допустила ошибку, то есть я должна была вот этот документ зарегистрировать строго в день выплаты, потому что фактически я ее вернула именно тогда, когда, так, где у нас тут с вами, наверное, я закрыла, да, закрыла, то есть я налог ей должна была вернуть в именно день выплаты заработной платы. Пятое, но шестое. И проверяем. 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 Что не так? Так. И. Так, а может быть мне надо провести ведомость, да, ну-ка сейчас я заполню ведомость, заполню, да, еще разочек провести, закрыть. Все, не получается, уважаемые коллеги, все-таки здесь должна быть, да, дата 05-06, все уже иногда бывает такое, может быть кто-то сталкивался, да, с тем, что вообще надо тут работать исключительно на чистовик, вот, поэтому уж не буду сейчас какие-то тут искать ошибки, какие-то искать неточности. Ну, давайте, может быть, попробуем, что сделаем сейчас. Заработную плату за июнь начислим, сразу же ее выплатим, синхронизируем данные бухгалтерской программы и зарплаты управления персоналом, и, наверное, в виде исключения, чтобы мы с вами посмотрели, а как это, выплатим заработную плату 30-го 06-го, чтобы увидеть, да, что по дате удержания у нас с вами попадает эта сумма в расчет. Покажу заработную плату, на всякий случай проверю, что там у нас с вами по НДФЛ, да, вот тот самый, так, 60 тысяч сниженной в сумме всех заработной плат, по Иванову 3-400, ну, что-то я так думаю, там ребеночек у нас с вами зацепился, да, один вычет и буду заработную плату сейчас выплачивать с 30-го 06-го. И мы с вами этот налог на доходы физических лиц провести, закрыть, должны увидеть в расчете за первое полугодие, сформирую. Да, вот, то есть здесь, да, удержан он был внутри 2-го квартала. Так, прежде чем, да, буду заполнять расчет, все-таки покажу вам, да, каким образом мы синхронизируем данные, то есть отражаем заработную плату в бухгалтерском учете. Естественно, еще у нас, помимо всего этого, есть с вами и резервы по начисленным отпускам, и их мы тоже в бухгалтерию отправляем. Сразу 3 месяца синхронизирую. И вот после того, как мы подготовили эти документы, которые здесь у нас с вами ни в коем случае не содержат проводок, проводки отправятся в бухгалтерскую программу. Ну, опять-таки, да, чтобы мы увидели, как это все у нас с вами происходит. Так, сформирую за полугодие еще раз карточку по форме, по счету 6801, то есть мы видим, да, с вами пока никаких данных у нас с вами нет. Синхронизация происходит у нас с вами из любой бухгалтерской программы после того, из любой, да, программы 1С после того, как она настроена, из раздела администрирования по команде синхронизация данных. Синхронизирую. Спасибо, я так всегда программинг говорю, да, за то, что ты ответственно сделала это очень быстро. Уважаемые коллеги, но здесь, опять-таки, да, изменится ли что-то? Ну, конечно, нет, да, я сейчас нажму на кнопочку сформировать, и ничего не будет происходить. Но если я, опять-таки, как главный бухгалтер, буду заходить в программу бухгалтерии предприятий и видеть, что тут всего накидали, чего только можно и нельзя, то, конечно же, никакого порядка не будет. Поэтому очень часто бывает, что и расчетчики какие-то обнаруживают ошибки. И вот уже, когда есть согласование между двумя службами, мы можем с вами непосредственно отразить заработную плату в учете. То есть отражение зарплаты в учете, ее синхронизация, да, и зарплату управления персоналом предполагает, что главный бухгалтер еще должен принять решение, да, а нужно ли это или нет. Или, может быть, там, не знаю, что-то там на черновичок. Хотя черновичок я не очень люблю. Отражение заработной платы в бухгалтерском учете. Очень хорошо, ничего не вижу. Еще обновить, да. То есть, видимо, у меня был открыт этот журнал, да, и не успели проиндексироваться данные. Поэтому вот то, что сейчас у нас с вами прилетело, мы видим. Но, опять-таки, да, а вдруг вы подумаете, что у меня уже все было синхронизировано. Ну, я надеюсь, не подумаете. Вот, все-таки не было. Так, отражаю заработную плату в учете, провожу, и только теперь могу увидеть, да, что проводки сформированы. Провожу, закрываю. В оборотно-сальдовой ведомости по счету 6801. Мы как раз с вами можем видеть этот налог на доходы физических лиц. Последовательно, конечно же, я поступаю так с каждым месяцем наших отчетных периодов. И не будем уже, да, сейчас с вами налог оплачивать, но как раз мы с вами видим, да, что произошел возврат налога. Что если бы, ну, хотя, да, наверное, вот все-таки, может быть, стоит 30-го, 0-4-го-то заплатить, да. То есть, смотрите, 30-го, 0-4-го, не 30-го, 0-4-го, а когда, там, 5-го, 11-го, да, 5-го мы выплатили с вами заработную плату, 11-го должны перечислить. То есть, мы должны с вами 24 388 перечислить 11-го, 0-5-го. А я вот даже, ну, то есть, эта сумма-то у нас встанет, да, безусловно, потому что в апреле там все хорошо. Сейчас попробую просто прям так, что собирались мы с вами сделать платежное поручение 11-го, 0-5-го 2021 года к перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц. Сейчас направляюсь в платежные поручения, хочу оплатить начисленные, да, ну, сюда все у нас с вами прилетело, но только налог на доходы физических лиц. На всякий случай сумму 24 388 проверяю, да, это она. Создаю платежное поручение, и так как оно одно сразу, да, выскочило, сразу его отражу к уплате в бюджет. В оборотно-сайдовой ведомости по счету 6801 я могу видеть, да, что ту сумму, которую я должна была заплатить, я заплатила. И, конечно же, моему взору открывается полностью невидимость, да, невидимость того по тем обязательствам, которые у меня перед бюджетом есть. Вроде сейчас он мне должен, на самом деле я ему должна, и должна я ему ровно 16952 к перечислению 7.06.2021 года. Итак, наступило 7.06.2021. Тут уже вы можете видеть, да, что в платежных поручениях совершенно, да, я не увижу здесь налог на доходы физических лиц, поэтому ничего не остается, как именно копировать его. копировать платежное поручение, писать ту самую сумму, которую я должна заплатить, и уже ручками поправлю здесь, что это за май месяц. Провожу, закрываю, и сразу же здесь его сейчас оплачу. Да, картина, которая у нас с вами на 68 счете абсолютно не соответствует нашим ожиданиям, да, еще нужно будет заплатить, но это уже в следующем квартале 27.430, но я уже удержала налог, поэтому в декларации в расчете по налогу на доходы физических лиц формы 6 МДФЛ мы это все с вами увидим. И увидим также ту самую сумму, которую вернули в бюджет. Формирую, да, у меня уже даже тут есть за полугодие, наверное, просто нажму заполнить, да, вот посмотрите, пожалуйста, что у нас с вами в разделе 1. В разделе 1 у нас с вами тот самый налог, который мы обязаны, да, обязательство налогового агента заплатить, но этот уже будет в третьем квартале. Сделаем платежное поручение уже вне рамок, да, мастер-класса. И, пожалуйста, тот налог, который я вернула непосредственно физическому лицу, что мне делать? Мне остается только писать в контролирующий орган с просьбой, а верните мне, пожалуйста, налог, который я вернула своему физическому лицу. Других вариантов у нас с вами нет. То есть этот налог, пишем письмо, хотим, чтобы нам вернули, но в обязательном порядке на него не уменьшаем сумму налога к уплате в бюджет по остальным своим обязательствам. В разделе 2 вы как раз можете видеть, да, сумму всех вычетов, она у нас прям чуть ли не 1 треть составляет от суммы начисленного дохода физическим лицам. Есть сумма налога исчисленная, есть сумма налога удержанная, да, то есть исчислено меньше, чем удержано, но мы как раз с вами показываем в 190 строке, что у нас есть такая сумма, которую мы с вами вернули. Уважаемые коллеги, ну вот видите, прям буквально чуть-чуть, да, не удалось нам с вами дообщаться. Тем не менее, надеюсь, может быть, вы в личном кабинете потом в дальнейшем посмотрите этот кусочек, да, в котором вы не смогли присутствовать лично. Я обращаю ваше внимание, что если вас заинтересовал курс, то вы можете видеть здесь ближайшие даты, когда этот курс будет стартовать, ну а если вдруг не подходят вам эти даты, может быть, отпускной сезон, и вы также, хотя какой отпускной сезон, июль, это рабочий сезон, да, для бухгалтера, для расчетчика, ни в коем случае никуда мы с вами в отпуск не пойдем до самого августа. Тем не менее, можете, да, опять-таки вспомнить, что у вас был слайд с тем, что вы можете найти курс 1С отчеты, это код его на нашем сайте, и ознакомиться с расписанием, может быть, на август, на сентябрь и на последующие месяцы. Мы предлагаем также комплексные программы, может быть, да, вас и теоретические курсы могут заинтересовать, по окончании которых вы получите удостоверение. Все слушатели также получают сертификаты международного образца, но только в электронном виде, они появляются у вас в личном кабинете сразу же после окончания каждого курса. Также у нас с вами, у нас в учебном центре есть дипломные программы, то есть это комплекс, который вы можете самостоятельно по своим ощущениям, по своим, может быть, хотениям подобрать себе и получить диплом о профессиональной переподготовке. Варианты обучения можете рассмотреть различные, от очного вебинара, и есть у нас также и индивидуальные, очно-заочные и открытые обучения, которые сейчас очень набирают большую популярность, обороты. Ну, попробуйте, да, если будет опять-таки интерес. Материалы мастер-класса вы можете увидеть в своем личном кабинете, я выложила уже гиперссылочку, видео появится также и в личном кабинете, и вы можете на нашем сайте в разделе «О центре преподавателя» найти мою фамилию, посмотреть не только эти видео, но и другие. Есть видео, размещенное по направлениям, есть также и другие преподаватели, которые, может быть, вас могут интересовать по бухгалтерскому учету. Если нет у вас личного еще кабинета, непременно заведите. Делается это очень быстро, буквально в течение 30 секунд. И вы, соответственно, уже можете переходить, можете видеть страничку нашего мастер-класса в разделе «Мои курсы», переходить на эту страницу. И как раз там у нас происходит все взаимодействие слушателей и преподавателей. И именно там я в разделе «Все сообщения» разместила гиперссылку, по которой вы переходите. Но это не она, да, это, может быть, там из другого. Я взяла именно скриншот, но этот скриншот опять-таки у вас также. К сожалению, да, не смогу ответить на ваши вопросы. Спасибо всем большое за внимание. До новых встреч.